Валерий Кур, можно вас? Значит, это часовая мина, а у нас в тот же день очень многие должностные лица говорили о управляемом устройстве. Вот наш эксперт говорит, это часовая мина, значит, можно ее так подготовить, что она взорвется через несколько минут после того, как машина в движении. То есть зажжен мотор. И женщина. Вот эти факты отмечает наш эксперт. Савик и уважаемые телезрители, кроме того, что я был начальником управления УБОПа, я еще и ветеран уголовного розыска. И с 1970 года, к сожалению, для меня у меня таких преступлений десятки. Поэтому заявляю, как настоящий профессионал, что Всеволод Стеблюк, уважаемый господин, сказал очень близко к тому, что он сказал. Что сказал ваш эксперт? Это практически стандарт. И возражу точно так эксперту, что не может быть женщина. Вы знаете, у нас в картотеке, к сожалению, и киллерами были женщины. Более того, скажу вам, что касается по спасению. Начну сначала. Спасение не могло быть возможным. Почему? Я усмотрел, что на той стороне работают профессионалы очень высокого уровня. Люди – это группа, которые получили очень большой серьезный заказ. Я это вижу. Более того, у меня есть предположение, что они не только этот вечер использовали. Возможно, они искали возможность, когда машина будет в том месте, где удобно им. И это нельзя исключать. Теперь они выбрали способ. Согласен с вашим экспертом, что это не дистанционка. Хотя поначалу я увидел, что машина взорвалась на момент торможения. У нас были случаи, когда очень дорогие заказчики платили так много, и специалисты делали еще и на торможение. Делали на всевозможные действия. А почему на торможение это? Объясняю вам. Есть разные способы, и у меня это было десяток, где ищут, какой лучше избрать момент наверняка. Вот здесь они действовали наверняка. Спасти нельзя было. Хотя бы потому, что большинство, 90% у нас рвалось, если снизу. Как правило, большая артерия. И внутреннего кровотечения ты не заметишь. У меня на руках умирали мои офицеры, работающие на нелегалке. И мы не знали, что делать. Потому что он говорит, спасите. И блетнел моментально. Правильно, господин Стеблюк сказал. Внутреннего кровотечения не заметишь. Поэтому, я думаю, нельзя сегодня предъявлять претензии тем, кто были там. Я думаю, что люди истинно желали, и правильно он сказал, нет сегодня практики. Теперь перейдем все-таки к тому, что мы увидели. Я соглашусь с вашим экспертом. И вижу, что, возможно, это кто-то или из моих, скажем, последователей, возможно, учеников. Потому что в те годы, начиная с конца 80-х, когда мне пришлось возглавить подразделение по борьбе с организованной, это были десятки. Эти взрывы у меня, как сейчас, лежат в голове. Вначале это были и дилетанты. В то время за заказ платили от одной тысячи долларов. Сегодня заказы исчисляются, извините, десятками и тысячами. Здесь я увидел очень мощную группу заказчиков, очень серьезную группу, которые поставили задачу, возможно, я предполагаю, Павел для них был не тем объектом. Это далеко идущие, условно сказать, замыслы. И, возможно, мы потом узнаем, что он был всего лишь, к сожалению, это мне напоминает еще одно убийство журналиста, очень резонансное. Это Гангадзе. Он находился в той же группе, большой, мощной, скажем, группе банка данных. А я знаю, что в этой группе журналистов сосредотачивались данные, в том числе и наши оперативные. И я знаю, как Гангадзе рассматривали, к сожалению, вовсе не как главного виновника. Он, к сожалению, стал в результате интриг, игры, потому что это было сложное преступление. И здесь, я боюсь, нужно было обязательно демонстративно показать, в первую очередь, власти, кто ты такая, власть. Затем, здесь надо было просто уничтожить его. Вот я это чувствую. Вы знаете, что у нас большинство киллеров, которые получают хорошие заказы, я считаю под понятием «хорошее» – это когда обращаются к нужным людям, которые прошли такую подготовку. Затем, те, кто заказывают, имеют очень большой ресурс. Затем, у них есть представление о старых блатных привычках. Есть предположение, что это те, которые не только, скажем так, сегодня представляют верхушку так называемого истаблишмента в экономике, но и люди, которые начинали свой стартовый капитал с блатных, то есть начали его преступным путем. И здесь я вижу жестокость. Просто надо наказать, надо показать всем. Почему? А потому что киллеры, которые получают очень хороший заказ, иногда делают так, чтобы не было резонанса. Это кирпич на голову, это драка пьяная, инициирование, вернее, инсценировка грабежа, это перочинный ножичек. И поверьте, здесь было видно, можно было там же сделать это, и мы понимаем, гораздо легче. А здесь цинизм. Поэтому у меня первая версия – это очень серьезные представители обязательно какого-то теневого бизнеса, которые сегодня обладают не только большими ресурсами, но и имеют какую-то политическую крышу. Затем, это очень серьезные представители вот этой касты киллеров. А, как правило, киллеры у нас проходят – это не бандиты, это не воры, это не блатные. Они и стрелять не умеют, поверьте. И, как правило, им не доверяют такие вещи. В одном из примеров, когда надо было взорвать, извините, назову кличку Солоху, мы нашли так называемого гранатометчика с оторванной рукой. Он даже не знал, куда надо приставить. То есть мы четко представляем – это люди, прошедшие специальную подготовку, это люди, побывавшие в зоне боевых действий, это люди, у которых набита рука. Так вот, отсюда я делаю вывод, что это преступление для меня очень важно, чтобы его как можно быстрее раскрыли. Почему? Три дня дается нам, оперативникам, и я как руководитель всегда вызывал и говорил – три дня вам. Почему? 90% преступлений такого уровня раскрывается по горячим следам. Каждый следующий день, каждый следующий – это геометрическая прогрессия. Знаете, дальше наступает синдром правоохранителей. Это страшный синдром, когда сверху политиканы, которым надо обязательно отчитаться перед суспильством, будут обязательно вынуждать кого-то, а такие найдутся, найти обязательно чучело. Есть такое выражение. Я даже боюсь, что чучело уже готово. Я боюсь, когда пройдет срок, и все поймут, что надо положить в долгий ящик, по-разному их называют – висяки, весуны, вот тогда придется что-то делать. И вот я боюсь, что тогда мы получим с вами опять куклу. Я боюсь, что нам опять скажут. Вы знаете, мы нашли киллера, убили, нам покажут его. А заказчики, ну, их тяжело достать, они находятся где-то вот там. И я поэтому настаиваю, чтобы сегодня вы, журналисты, а я тоже невольно стал и правозащитником, и журналистом, мы должны всем сказать, уважаемые политиканы, которые взялись реформировать систему МВД. Мы будем теперь каждодневно спрашивать с вас не только за Павла. Знаете, сколько журналистов на моем веку убито, а сколько пропали без вести? Это самый лучший способ нерезонансного убийства. Это какое? Сегодня он лежит где-то в асфальте, в бетоне. Но это всего лишь разыскное дело. Это самая низшая категория, тихая, нерезонансная. Поэтому я считаю, что обязательно мы для этого существуем профессионалы-эксперты. Мы будем следить за каждым шагом. Я увидел, на место происшествия выехали, я кое-кого вижу. Это люди, обладающие навыками, и я знаю, что они могут раскрыть. Но дадут ли им сегодня раскрыть? А почему нет? А вы думаете, что здесь нет влияния этих сильных сил? Вы знаете, я предполагаю даже более того, что сейчас на Алену, сейчас и на него, и вообще на этот ресурс будут сливаться так незначительные, ну, там, пасквилики, там, темники. То есть сейчас обязательно найдутся, кто-то обзовет как-то, скажет, ну вот, это вот фатальная, условно говоря, или женщина, или структура. А вот возле нее, кто не появляется, обязательно гибнет. Я боюсь того, что сейчас очень мощные силы, а я обладаю информацией, что, к сожалению, те, кто по оперативному предположению это мог сделать, что они сегодня продолжают работать, и они отслеживают каждый наш шаг. Более того, с точки зрения оперативника, я очень переживаю, что появились вот эти кадры сегодня в свет. Как оперативник у меня существует негласный закон. Я всем сотрудникам говорил, не дай бог, эта информация будет утечкой. Каждый из вас может потерять погоны. И мы знали, даже в суе об этом говорить нельзя. Почему? А вот сейчас заранее предупреждаю, вот благодаря этим кадрам, я не знаю, или специально, или случайно, но это готовится мощное наступление на решение суда. То есть там работают такие же профессионалы, как и мы. Я уже вижу их на той стороне. Я вижу подготовку к этому, назовем его теракту циничному. Я вижу уже в средствах массовой информации, где мягко, нежно выбрасывается кое-что, и я знаю, что они сидят. То есть это что, например? Ну, я проговорю про так называемый сброс, что до журналистов, у журналистов можно же найти недостатки. Можно, поверьте, так вот, чтобы в суе бросить. Я чувствую, я знаю, как сделать, затянуть общественность немножко в другой ракурс обсуждений. То есть я уже гляжу вперед и боюсь, что сегодня все то, что делается в суде, хорошая адвокатура, а там будут платиться большие деньги, нам помешает доказать виновность. И первым будет, знаете что? А вы знаете, скажут, а это заранее подготовленное общественное мнение. И сегодня то, что вы провели эксперимент, не может считаться правильным, оформленным, законным порядком. Я уже просто вижу. Я говорю, извините, уже заглядывая вперед, но впереди раскрытие. Поэтому я сторонник того и буду с уважением относиться к любому предложению. Своего рода журналистское расследование должно быть. Почему? Потому что кроме оперативника теперь я просто представитель общественности. И я предупреждаю всех руководителей, в том числе руководства Министерства внутренних дел, что, уважаемые, приготовьтесь, мы вошли в новое время. И теперь вы будете насквозь все. Мы каждый ваш случай будем обязательно рассматривать через увеличительное стекло. Не получится замолчать. Но, что боюсь, пройдет три дня, поверьте, тысячами, тысячами идет заявление о таких же, даже более жестоких преступлениях. Ведь вам неизвестно, что, к сожалению, у нас сегодня хорошо подготовленные, организованные, очень похожие на этих, крадут людей. И неважно, это черкащина, крадут бизнесмена. И просто нет человека. Что у нас сегодня похищают уважаемых людей в центре Киева, люди в форме, в балаклавах, обезоруживают бедного, несчастного, интеллигентного аристократа, жителя Канады, представителя антикварного мира, засовывают в центре, на лесе украинки, багажник, вывозят беспрепятственно при помощи всевозможных инструментов защиты, а я имею в виду и удостоверения. Ведь об этом никто не говорит, об этом даже никто не заявил. То есть завтра, послезавтра у них просто не будет возможности заниматься этим делом, потому что появятся новые, такие же резонансные. Вот поэтому надо сегодня немедленно, каждый день, каждый час бить тревогу.